ВИП КЛАБ ВИП КЛАБ ВИП КЛАБ ВИП КЛАБ ВИП КЛАБ Вскоре ведущие начали объявлять победителей конкурса. Первым стало известно имя завидного холостяка. Им оказался певец Андрей Шамрай. А вот титул самой завидной невесты в этот раз получила Людмила Попова. Именно со статьи в журнале ВИП КЛАБ в ее жизни начался новый этап. Победа стала для женщины приятной неожиданностью. Для меня лично это больше в себе уверенности. И вообще я всем желаю, вот надо себя полюбить, потом все будет окей. Мэтр года, лучшая пара, наследник престола. Победители этих и других номинаций делились формулами успеха. А самой смелой в этом году по результатам народного голосования стала Юлия Погребняк, глава департамента образования и науки Запорожского горсовета. Я искренне радуюсь тому, что один из лучших журналов города Запорожья сопровождает, ну скажем так, развитие города вниманием к тем вопросам, к тем отраслям, к тем людям, которые на сегодняшний момент лепту в развитии города все-таки делают. Приятным и уже традиционным бонусом церемонии стал розыгрыш бриллиантовых кулонов от ювелирной фабрики «Ариста». На шестой церемонии мы находим новых обладателей, счастливых обладателей, наших кулонов неразлучники. Это очень красивый кулон, в котором парень обнимает девушку, а у девушки в сердце самые-самые чистые бриллианки. За пять лет существования церемонии обладателями украшений стали 18 подписчиков журнала «Вип-клаб». В этом году «Фортуна» улыбнулась еще троим. Организаторы конкурса обещают радовать подписчиков новыми историями об успешных запорожцах. Познакомиться с ними каждый сможет на страницах журнала «Вип-клаб». Редактор субтитров А.Семкин